Так, уважаемые коллеги, знаете, когда говорим про ГРТ, когда перед этим мне пожаловались сотрудники ГРТ. ГРТ превратилась опять в филиал Гагаузимфо. Гагаузимфо катается на их машине, делает какие нужны передачи для них, именно для Ирины Федоровны. Есть черный список, в котором состоят в основном вот эти депутаты, которых никто туда не приглашает. Именно черный список ГРТ есть, в котором фигурует человек 10 депутатов, которые даже не дают права реплики. Вот что такое ГРТ. Возвращаемся чуть-чуть к бюджету, чтобы было ясно, чтобы мы поняли, что мы говорим. Я не буду ходить очень глубоко, но объясню только вот такую простую причину. У нас бюджет, какой-то секретный документ, бюджет, который во всех странах должен быть прозрачен, везде напечатан, у нас его нигде нет. Понимаете? И бюджет не принимает ни с полком, и не принимает его. Почему? Потому что мы требуем расходы в разрезе 19-20 год, где прошло основное воровство. У нас даже возьмем два аппарата УЗИ, которые купили. Два аппарата УЗИ, которые купили, которые стоят у дистрибьютора с доставкой на место, с установкой и обучением персонала 600 тысяч шлей стоят. Два. Мы их купили за 756 тысяч. Исполком купил 756 тысяч. Какими-то прямыми переговорами. Фирма-однодневка, которую сделали за две недели, которая вообще не имеет понятия в медицинском оборудовании. Это уже должно было наталкивать на бысу, стоит брать эту тюрьму или нет. Но мы взяли у ней. То, что сказала Ирина Федоровна у нас на Георгиевне... Георгиевне. Георгиевне. Ну ты вот прямо гибил айдер. Вы хоть знаешь как, чем хорош Георгиевне, он даже СМС... Ну послушайте чуть-чуть... Ну все, Кадым Георгиевне, Кадым Георгиевне, он даже на СМС не среагировал, ему пришлось позвонить. Ну что, Кадым кое-то кей не было. Вот так вот. Когда Ирина Федоровна сказала, что 27 миллионов лей мы кинули на медицину, вот на выступление, смотря, исходя из логики вещей, что только на двух аппаратах украли 20%, 21% украли, с 27 миллионов, я так предполагаю, что украли где-то 5-6 миллионов. Если дадут бюджет в разрезе, они боятся, что мы увидим вот эти цифры. Вот почему не принимается бюджет. Берем ковид-центр. В прошлый раз Татьяна Михайловна, помните, я спросил, выделили деньги на ковид-центр 5 миллионов? Вот тут женщина ответила, что выделили. Выступал господин Калегу, так называемый начальник КЧС, который сказал, что нам денег на ковид-центр не выделили, и виноваты в этом депутаты, почему же не принимают бюджет. Хотя эти деньги были в прошлом году, они были там за резервирование, они должны были делать. Выступал наш коллега, депутат Узун, который сказал, что надо провести экспертизу здания. Я не спорю, но экспертизу вот этих зданий, которых зашла вода, провели буквально за 2 дня. Провели 25 или 30 этих домов, которых под снос, и провели моментальную экспертизу. У нас здание КЧС, здание ковид-центра, которому выделили деньги еще в июне месяце, у нас до сих пор не провели экспертизу. Крышу перекрыли, я говорю, за миллион лей. Рядом стоит ДК, у нас, конечно, ДК, которая крыша 6-7, а может в 10 раз больше. Миллион 600, и здесь за миллион. Понимаете, что творится? И потому они боятся нам бюджета открыть. Почему? Потому что в бюджете сплошь и рядом стоит воровство. Если нам дадут расходную часть, а они обязаны нам ее дать, вот тогда мы можем составить этот бюджет, куда они нас затаскивают. Понимаете? А так получается, идите туда, не знаю, куда перенесите, кто не знает, что. Они говорят, ну, режьте, секвестируйте бюджет, мы должны депутаты секвестировать, не имея на это права перекладывать с больной головы на здоровые. И получается, ну, при этом же не дают нам расходов. У нас аппарат башкана 13 миллионов лет, там 4-5 человек, куда мы их тратим? Я говорил в прошлый раз, у меня садик 200 человек в садике, там получается 70-80 человек обслуживающего персонала, у нас выходит 7 миллионов лет. Это с питанием, с проживанием, с теплом, с этим совсем, и с зарплатами. А у нас башкан 4 человека, аппарат 13 миллионов лет. Вот в чем проблема. И проблема еще, уважаемые господа депутаты, давайте научимся слушать друг друга. Сегодня, я не призываю никого голосовать, но сегодня мы голосуем за будущее Гагаузии. Сизгори Синьон, Гагаузия ему убили, убил этот исполком Гагаузию, убил вот этим бездарным своим правлением. Посмотрите, во что мы превратили наши больницы. Без них на культуру выделяем 70 миллионов лет, на больницы выделяем 7 миллионов лет. Не много ли мы танцуем? И сизмена прежде, чем кто-то отсюда выходить, нам завтра в этих городах жить, вези, скоро они и Гагаузия заклюют. А почему заклюют? Потому что нас некому будут хоронить. У нас молодежь уезжает отсюда. Молодежь уезжает, а мы играем, читаем смс, выходим, приходим. И приехали мы сегодня не за бюджет, это самый основной документ. Приехали мы из-за выборов в народное собрание, где надо опять попирать наш закон и опять пройти, как бы сделать, чтобы вот так вытереть ноги об уложении, вытереть ноги об вот это народное собрание. И вы как здесь только один, я говорю, сегодня надо и народное собрание, и исполком вместе с башканом всех в отставку, чтобы люди пришли, чтобы новые выборы и начинать с нуля. Вот только так мы вытащим эту гагавузию. Продолжение следует...